Все итоговые экзамены для 11-классников уже позади. В этом году они сдавали их по-новому. Для выпускников, которые решили не поступать в высшее учебное заведение, это была завершающая череда экзаменов. А тех, кто решил поступать в институт, ожидает сдачи ЕНТ. О том, как проходили 4 напряженных дня сдачи 5 обязательных государственных экзаменов в нашей программе. 29 мая в школах Шимкента началась итоговая аттестация. В этом году ее сдавали все выпускники, без исключения, по 4 обязательным предметам и по одному на выбор. В первый день выпускники писали эссе по предметам язык обучения и литература. На это отводилось 3 часа. Несмотря на то, что школьники находятся на заслуженных летних каникулах, для старшеклассников сегодня наступил первый день сдачи итоговых аттестационных экзаменов, которые впервые проходят в школе. В течение 3 часов учащиеся 11-х классов писали прозаическое сочинение «Свободная композиция» – эссе. Оно должно было содержать не менее 250 слов. В присутствии аттестационной комиссии был скрыт конверт с определенными темами для школы. Из 102 утвержденных тем в конверте было 10. Среди них тема из курса русской литературы и темы свободной категории. Сегодня я выбрал свободную тему «Активная жизненная позиция. Старт и успех». Так как с 13 лет читаю психологию и увлекаюсь бизнесом, поэтому выбрал эту тему. Я что-то из своей жизни, что-то из своего опыта, что-то об общем понятии про бизнес. Написал 299 слов из 300, возможно. Со слов учащихся замена сочинения на эссе не так ощутимо, ведь и в том, и в другом случае это выражение собственных мыслей. Но формат эссе допускает больше свободы в построении композиции и более выражает позицию автора. Чем обусловлено такое нововведение? Если до сегодняшнего времени мы писали сочинения, то в этом году по-новому это эссе. Это веяние времени. Если раньше на ЕНТ результатом многолетнего ЕНТ наши дети немножко разучились говорить, то именно эссе развивает в детях развитие речи, умение мыслить, логически выражать свои мысли, делать выводы, рассуждать. Следующие экзамены для выпускников Шенкента проходили 2 июня. Им предстояло сдать государственный язык и предмет на выбор. 2 июня 11-классники Шенкента сдавали сразу два предмета – государственный язык и предмет на выбор. На сдачу экзамена по казахскому языку удавалось 80 минут. Больше всего преподаватели и учащиеся переживали за первый этап этого экзамена – аудирование, ведь это нововведение. Но благодаря пробным тестам в течение последних двух месяцев старшеклассники были во все оружии. Я думаю, что дети справятся с этим, потому что мы готовились, занимались. Второй блок – это лексико-грамматический блок на знание лексики, грамматики, то, чем учили все 11 лет. Там будет 20 заданий. Аудирование общества в этом году впервые, потому что до этого у нас были только тестовые задания. В прошлом году включили тексты, а вот в этом году аудирование – это проверка детей на восприимчивость, как они воспринимают на слух язык. После сдачи экзамена по государственному языку 11-классник Кожмухан Иржан отправился на тестирование по географии. Этот предмет выпускник выбрал сам. По географии в виде тестирования мы проходим, также даются вопросы, которые проходили мы по школьной программе, начиная с 6-го класса до 11-го года. География – это мой любимый предмет, потому что мне он дается с легкостью, и познавать окружающий мир – это для меня. Для старшеклассников это был второй экзаменационный день. Впереди оставалась сдача еще двух итоговых экзаменов. Результаты по государственному языку и выборочному предмету учащихся 11-х классов могут узнать уже в этот же день. Следующий экзаменационный рубеж для 11-классников – сдача алгебры 6-го июня. 6-го июня 11-классники города сдавали итоговый экзамен по алгебре и началу анализа. Это был уже четвертый аттестационный день для старшеклассников. На протяжении пяти положенных часов учащиеся выполняли шесть алгебраических заданий. Им необходимо было не просто решить, а проанализировать письменно, объясняя каждый шаг решения. В этом году увеличили количество часов на 1 час больше стало, потому что работа решается не просто, допустим, обычные контрольные работы, как мы просто за 45 минут делаем, а здесь еще надо все объяснение давать, полностью свое решение. Поэтому, соответственно, вот на час еще добавили. То есть в этом плане уже как бы получше, ребята. Задание и на логарифме, и на показательное уравнение системы неравенств, то есть тригонометрические неравенства, дальше нахождение площади фигуры. Следующий экзамен для выпускников школ 9-го июня «История Казахстана». Он сдавался в устной форме. Ученикам предстояла подготовка к 30 билетам, в каждом из которых три вопроса. Последний экзамен «Историю Казахстана» учащиеся 11-х классов сдавали 9-го июня. Экзамен проходил в устной форме, и это правильно, уверен учитель истории. Очень правильно, что вернулись к старой системе, когда дети сдавали выпускные экзамены в школе, а затем в вступительные в вузы. «Историю Казахстана» дети сдают устно. И снова не могу не подчеркнуть правильность этого решения, ведь так дети могут показать богатство своей устной речи, умение правильно сформулировать свои мысли и возможности логического мышления, что в жизни очень пригодится. Со слов самих выпускников, определенные переживания перед экзаменом у них были, но они справились. Наши учителя нам дали очень прочные знания, наверное, поэтому экзамен не был очень сложным, но доля волнения все же была. Волнение было, конечно, но учимся. Напомним, в этом году выпускники сдавали выпускные экзамены в школах, теперь им предстоит сдать тестирование на поступление в вузы. В Горано также сообщили, что не все выпускники будут сдавать ЕНТ, только 5059 выпускников. Около 7341 ученика наших городских школ, из них 7324 приняли участие в итоговой аттестации. Ну, порядка 107 учеников, это у нас участники международных спортивных олимпиад, конкурсов, они были освобождены от итоговой аттестации. В целом ученики показали успеваемость 73%, 248 учеников защитили знак Алтенбельга. И еще 162 ученика защитили красный аттестат. В Горано также сообщили, что не все выпускники будут сдавать ЕНТ, только 5059 учеников. Из них 4072 ученика на казахском языке и 987 учеников на русском. В их числе Тимур Шайдулин. Прошло 5 экзаменов, было, конечно, немного тяжело, но все-таки у меня получилось сдать успешно. Какие ощущения, что вы первые, когда в новом формате сдавали экзамен? На мой взгляд, все прошло хорошо, и мне понравился новый формат. Там выражали свои мнения. Единственное, самым тяжелым экзаменом, на мой взгляд, была алгебра. Почему? Не сам ход решения, а то, что мы там находились 5 часов. Нужно большое терпение иметь. Я остановился на Южно-Казахстанский государственный университет, факультет режиссуры. Буду поступать на режиссера. Центры для сдачи ЕНТ уже определены. Это Южно-Казахстанский педагогический институт, Южно-Казахстанский государственный университет и фармацевтическая академия.